Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и я похвастаюсь вам приобретением с новогоднего аукциона. Их осталось всего 1600 и я ни грамма, ребят, ни на секунду не жалею о том, что приобрел себе объекта 752-го. Я, к сожалению, не смог по техническим причинам записать сразу после покупки первую же каточку, которую сделал. Но я получил массу, ребят, массу удовольствия от игры на данной машине. Давайте кратенько по техническим характеристикам, которые сейчас заявлены в игре с учетом установленного оборудования и установленной амуниции. Значит, смотрите, время сведения 4.4, казалось бы, много, но я не почувствовал дискомфорта абсолютно. Разброс на 100 метров, но я бы сказал, достойный, нормальный для тяжелого танка, абсолютно легко играется без вопросов. Урон 2530 и он реально может быть реализован вами, простите, в виде ДПМ. Время перезарядки 16.4 с учетом оборудки амуниции. И я бы сказал, что в целом вроде бы нормально, но мне бы хотелось, чтобы здесь красовалась цифра где-то 12-12.5. Тогда вообще песня. Ну а если даже не вот это время перезарядки, то время перезарядки снарядов внутри самого магазина, чтобы было не 4 секунды, а 3 или 3.5, тогда было бы гораздо более играбельней и фана и кайфа было бы гораздо больше. Два снаряда в магазине с пробитием в 245 мм на базовом снаряде не доставляют абсолютно никакого дискомфорта. Ты абсолютно спокойно, нормально играешь, не задумываясь прям ни о чем. Что касается среднего урона, то 430 за выстрел, 860 за 2, то есть за магазин, цифры довольно приятные. И углы склонения вниз, минус 8, оказались вполне, ребят, вполне играбельными. Скажу откровенно, параллельно закидываясь в бой, я очень-очень сильно пожалел о том, что я в свое время слил голду на основном аккаунте и вынужден был приобретать себе объекта 752 на неосновном аккаунте. У меня было опасение по поводу того, что имея в ангаре К-91, а это тоже барабанный танк с цикличной системой перезарядки барабана на 9 левеле, объект 752 будет типа его братом, ну не то чтобы близнецом, но просто братом, да? И вот не хотелось мне иметь два одинаковых танка. И как же, ребята, я сейчас жалею, что я не приобрел себе данную машину на основной аккаунт, потому что играется машина просто сказочно. И, наверное, многие об этом знают, поскольку именно объектик 752 на сегодняшний день и на конкретно данный момент является лидером по продажам на новогоднем аукционе в первой волне. Наверное, это не просто так, ребят, что именно этот танк все разбирают и сразу массово начали брать, как только ценник первый раз снизился. Я приобрел его дешевле 12 косарей голды, он стоил 12 с половиной, ну а если я не ошибаюсь, то взял я его за 11750. Мне, честно говоря, машинка заходит. Понятное дело, что против, допустим, тех же десяток машина будет играться совсем по-другому. Но вот что меня удивляет, это третья, ребят, третья катка на данном аппарате. И за три катки меня ни разу к десяткам не бросило. А это уже о чем-то говорит. Значит, я не так уж и часто буду попадать на этой машине против ребят левелом выше. А на девятом-восьмом уровне машинка играется. Ну, я бы сказал, практически идеально. Вот сейчас немножко не хватает времени перезарядки, ребят. Ну, откровенно. Но в целом, в целом просто бомба. Ну, вот сейчас это уже я косанул, честно говоря. Я не буду, как бы, говорить, что машина виновата. Машина не виновата ровным счетом. Виноват исключительно я. Теперь давайте попробуем подъехать. Вот, товарищ, давай, покажитесь нам. Вот как через него сейчас сквозняком пролетело, я не совсем понял. Ну, да ладно. Время перезарядки магазина в целом пережить можно. И пережить его можно вполне себе даже комфортно. Главное не подставлять борта. Главное не подъезжать кормой к кому-нибудь не разворачиваться. Ну, и, соответственно, будет вам, как говорится, счастье. Вот сейчас я от довольно-таки пробивной машинки не получаю пробития. А это, ребят, дорогого стоит. Я реально получаю удовольствие от данной игры. Даже несмотря на то, что меня сейчас немножко подразобрали. Что время перезарядки немножко великовато. Что вроде бы хотелось бы, чтобы все было чуть-чуть побыстрее. Но вот как есть, так есть. И да, ребятки, наверное, все-таки это один из лидеров в линейке тех танков, которые выставляются сейчас на продажу на первую волну. Поехали, ребят, попробуем помочь добрать вот этих вот товарищей. Один уже остался, пока мы едем. Кстати, к слову, машина едет очень бодро, очень классно. Это тяжелый танк, но ты этого не ощущаешь. Ты ощущаешь себя где-то как на СТ-шке, которая заряженная броней. Ну, вот объективно, серьезно. Не знаю, мне, ребят, очень понравилось. И я покупкой очень доволен. Вот прям совсем-совсем. Не могу сказать, что на 100, но вот где-то на 96 из 100. Однозначно доволен. Так, 1830 единиц урона. Это немного. В тех катках двух, которые я сделал, но не смог их, к сожалению, сохранить в виде записи, я делал больше. Я делал по 2500 урона железобетонно в каждом бою. Сейчас среднячком, но я думаю, вы увидели по бою, что машинка играется бодренько и играется приятненько. Вот как-то так. Это абсолютно честный обзор на Объекта 752. И если вы хотите приобрести себе прикольную фановую машину 9-го левела, пожалуйста, это он. И это чистая правда. Если вы за честность, если вы за честные обзоры без прикрас, подписывайтесь по желтому шильдику на мой канал. Я вам буду безумно благодарен. Я очень хочу, чтобы вы получали только честную информацию. Ну и максимально своевременно. Что же касается остального, все за вами. Если вы готовы помочь развитию канала финансово, буду вам безумно благодарен. Бросайте донатики. Ссылочка есть в описании. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего вам мира. Ну и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok